Какой стиль лучше? Какая школа? Какое единоборство? Кто круче? Боксер или борец? Может быть, кикбоксер, а может быть, мастер смешанных единоборств? Кто круче, кто сильнее? Боец спецназа ГРУ, ФСБ, полиции. Нет лучших стилей. Есть мастера отдельных направлений по своим профессиональным целям и задачам. Как можно сравнивать? Кто круче? Снайпер по стендовой стрельбе или же снайпер, который прошел горячие точки? ...спортивных единоборств от прикладного боя и самообороны. Начнем с того, что объединяет эти системы. В первую очередь, это различные направления подготовки. Физическая подготовка, техническая подготовка, психологическая подготовка, тактика и стратегия реального боя. Век профессионального спортсмена очень короткий. Как правило, до 30 лет. И, к сожалению, к 30 годам, после изнурительных тяжелых тренировок, как правило, этот человек становится инвалидом. Так как работает на максимуме, на пределе своих функциональных возможностей. Это как машину спортивную используют в гонках. Выжимают это из машины все. Как лимон, из которого выжали сок и потом выбросили за ненадобностью. Прежде чем отдать своего ребенка какую-то спортивную секцию или же кружок самообороны, вы должны определиться, что вы хотите достичь. Если вы хотите достичь профессиональной карьеры в определенном виде спорта, стать чемпионом, заработать денег и добиться уважения в обществе, вы определяете свой выбор в пользу спортивной секции федерации. Бокс, кикбоксинг, смешанное единоборство, борьба. Но вы должны четко для себя представлять. Стать чемпионом – это удел избранных. Очень мало кому удается заработать большие деньги, сделать профессиональную карьеру в виде спорта и при этом сохранить счет здоровья. Но, если вы решили попытать удачу, то направляйтесь в ту секцию, в то спортивное единоборство, к которому у вас лежит ваше сердце и ваша душа. Мы не ставим никаких противопоставлений между спортивными единоборствами и прикладным боем. Что профессиональный спорт, что военная карьера – это тяжелая, трудная деятельность, сопряженная с максимальными рисками для здоровья и для жизни. Это постоянное нахождение в экстремальных ситуациях. То, что объединяет прикладные и спортивные направления – это физическая изнуряющая подготовка и ограничения по возрасту. Век спортсмена и век бойца спецподразделений ограничен возрастными категориями, функциональными категориями, связанными с его физическими данными. Например, в спецподразделениях СПН, как ГРУ, так ФСБ и других силовых структур по контракту набирают, как правило, до 25-26 лет. Но в среднем везде есть ограничения и есть нормативы, которые сдают военные и которые выполняют свои спортивные разряды спортсмены. И спортивная карьера завершается к 30 годам. Но физическая подготовка, она отличается как в различных видах спортивных правилах. Взять, например, тяжелую и легкую атлетику, да? Бег, плавание, прыжки – это различные группы мышц, направленные на развитие силы, скорости, ловкости, выносливости, так и в военно-прикладных направлениях. Но в армии, а также в других спецподразделениях на первом месте стоит бег. И именно бег, как вид физической активности, который направлен на выполнение профессиональных задач, совершение марш-броска, выполнение других операций. Вот это все объединяет спортивные единоборства и направление профессиональной прикладной подготовки в армии и в органах полиции и безопасности. Или же сдача экзамена, норматива по комплексно-силовому упражнению. В спорте это называется кроссфит. За единицу времени вам нужно выполнить норматив, направленный на развитие и определить показатель силовых и скоростных характеристик. Как правило, это отжимания от пола, это упражнения на пресс, это различные выпрыгивания, или же это так называемый тест Купера, комплексно-силовое упражнение. Но отличительная особенность физической подготовки в армии и в спорте, она будет отличаться в зависимости от целей и задачи рода деятельности. Продолжение следует...